Форум продолжает удивлять Форум продолжает удивлять Три дня работы специалистов на МВТФ Армия-2019 завершились впечатляющими результатами 27 июня Международный военно-технический форум Армия-2019 посетил президент Российской Федерации Владимир Путин В сопровождении министра обороны и генерала армии Сергея Шойгу он осмотрел часть экспозиции, а затем присутствовал на церемонии передачи подписанных контрактов военного ведомства с производителями вооружения, военной и специальной техники Огромную пользу как Министерству обороны, так и производителям техники приносят обширная научно-деловая программа Форума Большой популярностью у посетителей из числа специалистов пользуется авиационный кластер на аэродроме Кубинка а также динамический показ вооружения и техники на полигоне Алабина Сегодня, 28 июня, МВТФ Армия-2019 открывается для всех посетителей В третий день деловой программы Форума Подмосковный парк Патриот посетил Верховный Головнокомандующий, президент РФ Владимир Путин В сопровождении министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу он осмотрел выставку инновационных разработок в области вооружения и техники особое внимание уделив при этом экспозиции военного инновационного технополиса эра Здесь, на тысячи квадратных метров, научные разработки поместили в четыре стихии землю, воду, воздух и в новое измерение киберпространства с торжеством искусственного интеллекта Это своего рода годовой отчет технополиса всего за один год существования новой эры На земле главе государства, в частности, рассказали о новой разработке военных ученых газоаналитической полупроводниковой системе из лаборатории нанотехнологий Портативный газосенсорный анализатор, иными словами, небольшое устройство, которое легко умещается в ладони способен почти мгновенно обнаруживать вредные вещества в воздухе Портативное устройство настраивается на определенный тип газов из возможных и определяет, какое именно присутствует в предполагаемом районе заражение Военнослужащие операторы научной роты доработали его конструкцию и протестировали программное обеспечение В будущем по этой технологии планируют создать средства химической разведки Затем президент осмотрел первый российский лидар, а лидар, в свою очередь, осмотрел президента Дело в том, что этот прибор, по-научному лазерная сканирующая система технического зрения лидар К-8 сканирует пространство и определяет в нем объекты на 360 градусов формируя двухмерную или трехмерную картину окружающего пространства Отразившись на экране, президент заинтересовался применением технологии, к слову, полностью отечественной разработки Как пояснил докладчик, прибор может быть установлен как на беспилотный летательный аппарат так и на наземный робототехнический комплекс для автоматического определения препятствий и их преодоления в радиусе пока 100 метров В дальнейшем дальнобойность можно увеличить и оснастить системой Например, отечественного робота Федора, сделав его исключительно нашим Идея президенту понравилась И Федору в этом отношении тоже повезло, санкции теперь ему не страшны От ориентирования в обстановке реальной Владимира Путина пригласили в пространство виртуальное Оператор 9-й научной роты доложил Верховному Головнокомандующему что преимущество перспективной разработки заключается в многофункциональности и мобильности данного устройства по сравнению с другими беспилотными аппаратами Этот четырехколесный универсальный солдат, по словам докладчика, способен не только создавать помехи и подавлять радиоканалы, но и самостоятельно собирать и передавать аудио- и видеоинформацию непосредственно с поля боя Зная, что память в умелых руках это тоже оружие, военные ученые Технополиса презентовали на выставке интерактивную карту расположения на планете танка победителя Великой Отечественной войны В рамках социального проекта, посвященного легендарному Т-34, операторы научной роты Технополиса создали специальное приложение Оно позволяет любому желающему на платформе Яндекс.Карт расширить географию мест дислокации танка, прислав оттуда фото Всего за четыре месяца работы интерактивной карты на сайте Технополиса в тестовом режиме удалось собрать изображение более трехсот танков Как выясняется, наши танки есть в Англии, США, Канаде, в странах Европы, Азии и Африки Когда с этим проектом знакомился министр обороны, он тут же дал поручение доработать его совместность с Русским географическим обществом Главным военно-политическим управлением Вооруженных сил РФ и внедрить на официальном портале военного ведомства Милдадрю, чтобы его мог увидеть каждый желающий Президент успел оценить на выставке и научные достижения молодого поколения, представленные в экспозиции Технополиса работами победителей конкурса «Старт в науку» среди учащихся довузовских учебных заведения Минобороны России В числе экспонатов, которые юные участники форума показали Владимиру Путину, легкие баги для разведки и биомеханическая рука, с помощью которой можно управлять роботами В свои 14-летие Екатерина Никитенко перед внимательным взором Верховного Головнокомандующего легким движением девичьей руки в электромеханическом облачении манипулировала двухколесным роботом, который беспрекословно ей повиновался Воспитанница пансиона вместе с руководителем разработала это устройство, и, вполне возможно, оно получит продолжение уже на более серьезном уровне в одной из лабораторий Технополиса Пока же в ближайших планах военного Технополиса Эра, как пояснил временной исполняющий обязанности его руководителя полковник Игорь Дрыбат, расширение лабораторной базы по перспективным направлениям Это малые космические аппараты, морская лаборатория и оружие на новых физических принципах, пояснил начальник Технополиса По его словам, уже к середине 2020 года лабораторная база увеличится почти вдвое Все три первых дня работы форума экспозиция День инноваций Министерства обороны Российской Федерации Проводимая под эгидой военного инновационного Технополиса Эра с привлечением военных и гражданских вузов, научно-исследовательских организаций, научных род и предприятий промышленности Была центром притяжения экспертного сообщества Экспозицию Технополиса посетили более 700 человек, 10 иностранных делегаций, в том числе Ирана, Китая, Индонезии, Венесуэлы, Перу Причем эта экспозиция стала не только площадкой для демонстрации инновационных разработок, но и центром проведения тематических мероприятий деловой программы и профессиональных консультаций В присутствии президента России Владимира Путина на форуме «Армия-2019» прошла церемония передачи подписанных контрактов Министерства обороны с производителями вооружения, военной и специальной техники Так, военное ведомство заключило газконтракты на строительство атомных подводных крейсеров проекта 885М «Ясеньем» с предприятием «Севмаш» и дизель-электрических подводных лодок проекта 677 «Лада» с Адмиралтейскими верфями С опытным конструкторским бюро «Новатор» имени ЛВ Люлива Министерством обороны РФ подписан государственный контракт на изготовление и поставку крылатых ракет 9М728 ракетного комплекса «Искандер-М» С московским машиностроительным заводом «Авангард» Газконтракт на поставку зенитных управляемых ракет 48Н6П01 для ЗРСС-400 «Триумф» С холдингом вертолеты России заключен газконтракт на поставку вооруженной силы модернизированной версии ночного охотника Ми-28НМ Напомним, что в мае на совещании в Сочи по военной тематике президент РФ Владимир Путин потребовал максимально оперативно дооборудовать парк вертолетов армейской авиации современными бортовыми комплексами обороны с улучшенными характеристиками, оснастить новейшими средствами поражения увеличенной дальности С холдингом «Сухой» подписан газконтракт на поставку истребителей пятого поколения Су-57 а с государственным машиностроительным конструкторским бюро «Вымпел» имени ИИ Тарапова контракт на изготовление и поставку изделия 180, то есть партии перспективных ракет «Воздух-воздух» для Су-57 Непосредственно на церемонии состоялась передача в общей сложности 8 госконтрактов А всего в рамках форума «Армия-2019» подписано 46 государственных контрактов с 27 предприятиями на общую сумму более триллиона рублей В результате выполнения этих контрактов вооруженные силы РФ получат более 800 новых, порядка 100 модернизированных единиц вооружения военной и специальной техники, а также свыше 6000 высокоточных средств поражения Как заявил в четверг заместитель министра обороны Алексей Криворучко, в рамках подписанных контрактов военные получат, в частности, две подлодки класса «Ясень-М», 98 ночных охотников, 76 самолетов Су-57 Кроме того, будет осуществлена поставка реактивных систем залпового огня и минометов, средств связи, средств инженерного вооружения Выполнен капитальный ремонт с модернизацией танков и автомобилей различного назначения, а также выполнены научно-исследовательские работы по перспективным направлениям развития систем вооружения Ряд контрактов подписали и наши зарубежные коллеги Так, Минобороны Белоруссии заключила контракты на поставку дополнительных комплектующих для радиолокационных станций противник Г, несущих боевое дежурство по охране государственной границы Белоруссии в воздушном пространстве На проведение капремонта авиадвигателей для самолетов Ил-76МД, что позволит увеличить срок эксплуатации авиадвигателей на 12 лет С корпорацией РЛВ Гонзавод белорусы подписали контракт, предусматривающий модернизацию 11 танков Т-72Б до уровня Т-72Б3 в 2019-2020 годах Современный оружейный рынок сегодня представлен серьезными международными проектами по технологическому партнерству Отметил генеральный директор АОРО Соборонэкспорт Александр Михеев Речь идет не только об организации странами научно-исследовательских работ, но и о лицензионных производствах, совместных предприятиях и иных формах трансграничного трансфера технологий Россия не отстает от общемировых тенденций Так, в марте 2019 года в Индии запущено СП по производству автоматов Калашникова 200-й серии При этом системная совместная защита РИД существенно снижает для России риски проявления недобросовестной конкуренции со стороны иностранных игроков Это вызов времени и критически важная для всех нас работа, проводимая в интересах конкретных компаний и государства в целом Успешное продвижение высокотехнологичной продукции российского ОПК на внешние рынки невозможно без надлежащей правовой охраны Рособоронэкспорт активно участвует в решении предприятиями вопросов такого рода Однако мы формулируем эту задачу шире ключевым российским участникам ВТС Жизненно необходимо идти по пути формирования глобальных патентных стратегий Это и высокая бизнес-цель, и показатель профессионализма команды предприятия, участвующего в экспорте российской высокотехнологичной продукции Подчеркнул генеральный директор АО «Рособоронэкспорт» Напомним, что ранее соглашение о сотрудничестве по вопросам правовой охраны и коммерческого использования РИД Кроме того, «Рособоронэкспорт» были подписаны АО «Рособоронэкспорт» с АО «ОСК», АО «Вертолеты России» и АО «Концерн» в Куэлмас-Антей Кроме того, «Рособоронэкспорт» на форуме подписал ряд контрактов с иностранными заказчиками на поставку российского стрелкового оружия и средств ближнего боя Как известно, наша промышленность производит всю гамму оружия ближнего боя, которая доказала свою незаменимость в реальных боевых ситуациях, заслужив авторитет и уважение во многих странах мира Новые контракты не только демонстрируют стабильно высокий спрос на создаваемое российскими оружейниками стрелковое и гранатометное вооружение, а также боеприпасы к ним но и свидетельствуют о глобальной тенденции роста потребности в эффективных средствах противодействия терроризму и преступности «Рособоронэкспорт готов удовлетворить этот спрос в полном объеме», — сказал генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев Побит прошлогодний рекорд популярности Только за первых два дня работы площадки форума в парке «Патриот» на аэродроме Кубинка и полигоне Алабина посетили 76 429 человек Общее количество гостей и участников за два дня составило 125 851 человек Об этом в четверг сообщил начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий, инновационных исследований, Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Андрей Гончаров В первом дне Международного военно-технического форума «Армия-2019» приняли участие 49 422 представителя оборонно-промышленного комплекса, ученых, разработчиков и испытателей новейших образцов вооружения, представители государственного заказчика, военных экспертов Вопросы реформирования структуры военно-строительного комплекса Минобороны России обсуждались в ходе пленарного заседания преобразования военно-строительного комплекса «Векторе государственных интересов» на площадке МВТФ «Армия-2019» в парке «Патриот» с участием первого заместителя министра обороны РФ Руслана Цаликова и заместителя главы военного ведомства Тимура Иванова Назначение военно-строительного комплекса – это не регулирование строительного рынка, а выполнение задач по обеспечению обороноспособности страны, отметил Руслан Цаликов Особое внимание в ходе заседания было уделено созданию публично-правовой компании, которая с осени текущего года приступит к выполнению всего комплекса мероприятий по строительству военной инфраструктуры Предполагается, что все наши предприятия будут интегрированы во вновь создаваемую публично-правовую компанию, которая станет фактически единственным исполнителем и единственным генеральным подрядчиком по всем объектам строительства в интересах Минобороны России, сказал заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов В первую очередь цель создания такой компании – максимально перейти на выполнение всех работ собственными силами То есть внутреннее перераспределение ресурсов будет осуществляться непосредственно внутри самой компании, добавил Тимур Иванов Мы четко понимаем, где и когда должен появиться тот или иной объект Ряд решений был утвержден на коллегии Минобороны Это касается в том числе и развития причального фронта, аэродромной сети Все объекты строятся в строгом соответствии с графиком, утвержденным министром обороны Осуществляется ежедневный контроль со стороны Национального центра управления обороной Тимур Иванов привел пример Фактически аэродром Бельбек в Крыму был построен за 8-9 месяцев Мы посчитали, что если соблюдать все временные требования, заложенные на сегодняшний день в строительном кодексе Во всей нормативной документации, то мы бы вышли на стройку только через 18 месяцев С момента принятия решения президентом РФ о начале строительства Отметил замминистра обороны Уникальность вооруженных сил в том, что есть приказ Еж задача обеспечить строительство необходимой инфраструктуры под поступающую на вооружение военную технику Создание необходимых социально-бытовых условий для наших военнослужащих и их семей И, конечно, мы не можем быть зависимыми от согласия или несогласия различных коммерческих организаций Все это диктует необходимость изменений, в том числе в системе управления военно-строительным комплексом Сказал Тимур Иванов Представители 120 иностранных государств приняли участие в пленарном заседании под руководством заместителя председателя правительства РФ Юрия Борисова Международный военно-технический форум армии Объединяем мир, сохраняем будущее В заседании участвовали руководители органов государственной власти и ведущих предприятий промышленности, научных организаций, вузов и главы делегаций иностранных государств, а также руководящий состав центральных органов военного управления и военных вузов А одним из первых практических мероприятий научно-деловой программы форума стал круглый стол инвестиционной ниши как эффективные механизмы диверсификации оборонно-промышленного комплекса Организатором мероприятия выступила Ассоциация кластеров и технопарков России совместно с Главным управлением научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий, инновационных исследований, Министерство обороны РФ Этот круглый стол, отметил генерал-майор Гончаров, был направлен на реализацию механизма государственной поддержки совместных проектов участников промышленных кластеров Кроме того, по итогам круглого стола в целях анализа кооперационных связей предприятий ОПК и выявления перспективных инвестиционных проектов по освоению новых видов продукции В рамках научно-деловой программы форума «Армия-2019» прошел круглый стол закупки вооружения, военной, специальной техники, применения законодательства о контрактной системе и обмен практиками Во вступительном слове в рейд руководителя Департамента государственных закупок Минобороны Наталья Кравцова отметила, что круглый стол проводится в рамках МВТФ «Армия-2019», который в настоящее время не только заслуженно обрел статус крупнейшей мировой выставки ВВСТ, но и по праву может считаться востребованной площадкой для продуктивного диалога армии и гражданского общества С целью ведения такого диалога в сегодняшнем мероприятии, организованном Департаментом государственных закупок, участвуют представители органов военного управления Министерства обороны РФ, федеральных органов исполнительной власти регуляторов контрактной системы, уполномоченных банков и организаций оборонно-промышленного комплекса, заявила руководитель Департамента В настоящее время у военного ведомства и регуляторов контрактной системы накоплен богатейший опыт, приобретенный в результате плодотворного взаимодействия при осуществлении закупок и проведении контрольных мероприятий В условиях действующих ограничительных мер в отношении российских товаров динамично меняющиеся законодательства Российской Федерации о закупках ставят перед заказчиками, обеспечивающими обороноспособность и безопасность государства, новые задачи И сегодня мы хотим поделиться опытом и выработать единые подходы к применению законодательства о контрактной системе, подчеркнула Наталья Кравцова Вообще, в этом году в научно-деловую программу форума включены 173 научно-деловых мероприятия, в 2018 году их было 155 Из них в первый день форума прошло 4 мероприятия с участием 944 человек, в том числе руководителей центральных органов военного управления Минобороны России, депутатов Государственной Думы и Федерального Собрания Российской Федерации, генеральных директоров предприятия оборонно-промышленного комплекса России, руководства опорного банка российской оборонки ПСБ Во второй день форума «Армия-2019» в Конгресс на выставочном центре «Патриот» и на объектах авиационного кластера Кубинка проведено 58 мероприятий научно-деловой программы, в которых участвовали 3411 человек, в том числе и иностранные гости-представители Китая и Белоруссии Руководители промышленности представили главе военного ведомства боевой разведывательно-ударный К-52, новейший военно-транспортный Ми-26Т2В, а также вертолетный комплекс радиоэлектронной борьбы Наиболее значимые мероприятия деловой программы проходили под руководством и с участием руководящего состава Минобороны и Нижней Палаты Российского Парламента Так, на деловых площадках форума работали председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по обороне Владимир Шаманов, первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов, заместители министра обороны Тимур Иванов и Алексей Криворучко, руководители крупных предприятий ЕПК России, научно-исследовательских организаций, кредитных организаций По линии Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России проведены двусторонние встречи с Азербайджаном, Анголой, Белоруссией, Вьетнамом, Казахстаном, Филиппинами Представители Монголии встречались с коллегами из Белоруссии, Турции с Марокко, Киргизии с Белоруссией Представители акционерного общества Рособоронэкспорт провели переговоры с заместителем министра обороны Ирана, с заместителями министра обороны Киргизии и Турции Особый интерес специалистов иностранных государств был проявлен к выставочным экспозициям ведущих госкорпораций и предприятий промышленности Таких как вертолеты России, концерн воздушно-космической обороны Алмаз-Антей, объединенная авиастроительная корпорация, Рособоронэкспорт И к национальной экспозиции Республики Индия, передавая техников статики и динамики Как и ожидалось, насыщенной и зрелищной стала демонстрационная программа МВТФ Армия-2019 В ходе нее на полигоне Алабина зарубежным гостям впервые были показаны огневые и маневренные возможности современных образцов вооружения, военной и специальной техники В летной программе приняли участие авиационные группы Стрижи, 6 самолетов МиГ-29, и русские Витязи, 4 самолета Су-30СМ, Беркунты, 4 вертолета Ми-28Н Продемонстрирован одиночный пилотаж вертолета К-52 По традиции для гостей и участников форум организован показ новинок отечественного ОПЭКа, отметил генерал-майор Андрей Гончаров Формулировку демонстрируется впервые можно отнести более чем к 40 новейшим и перспективным образцам вооружения и военной техники, представленным в статической экспозиции В числе новинок пусковая установка зенитной ракетной системы С-350 Витязь, зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцер Сантиметр, самоходная артиллерийская установка 2С-42 Лотос, 82ММ самоходный миномет 2С-41 Друг, машина РХБ защиты РХМ-8, автомобиль Тайфун с легким минным тралом, беспилотные летательные аппараты, большой дальности охотник и малой дальности Корсар Традиционными участниками экспозиции стали уже узнаваемые образцы Боевая машина с 57ММ зенитной пушкой дерева Ц, танк Т-14 на платформе Армата, БМП Т-15 на платформе Армата, БМП Б-11 на платформе Курганец-25, БМП К-17 на платформе Бумеранг Боевая машина поддержки танков, 152ММ артиллерийский комплекс 2С-35 коалиции АСВ, а также линейка роботизированных комплексов Как показывает боевой опыт по уничтожению международного терроризма в Сирийской Арабской Республике, роль авиации в современных боевых действиях переоценить невозможно Она успешно выполнит различные задачи, в том числе по уничтожению инфраструктуры террористов и по оперативной поддержке правительственных войск Поэтому неудивительно, что министр обороны и генерал армии Сергей Шойгу перед открытием Международного военно-технического форума «Армия-2019» осмотрел на аэродроме Кубинка выставку новейшей авиационной техники и тематическую экспозицию Посвященную размещению российского военного контингента на аэродроме Хмими в Сирии Руководители промышленности представили главе военного ведомства боевой разведывательно-ударный К-52, новейший военно-транспортный Ми-26Т-2В, а также вертолетный комплекс радиоэлектронной борьбы В рамках экспозиции Хмими министру были представлены жилищно-бытовая инфраструктура авиабазы, средства противовоздушной обороны, пункты авиационно-технического обеспечения, авиационная техника с выкладкой авиационных средств поражения, а также беспилотные летательные аппараты Эта выставка будет действовать в течение всех дней работы МВТФ Посетители на упомянутых тематических разделах смогут ознакомиться с жилыми модулями и спортивным городком, пунктами полевой добычи и очистки воды, полевым пунктом обслуживания и ремонта авиационной техники, комплексами С-400, Панцерс, радиолокационными станциями, самолетами Су-24М и Су-25, беспилотниками Форпост, Орлан-10, Элерон, Гранат-2000 В рамках работы и экспозиции ХМИМИМ инженерно-технический состав ВКС России будет демонстрировать процедуру подготовки авиационной техники к боевому вылету, в том числе с подвеской боеприпасов Помимо этого, на статической экспозиции и аэродрома Кубинка размещено около 50 летательных аппаратов ВКС России Де-факто демонстрируются практически все типы самолетов и вертолетов, находящихся на вооружении в Минобороны Военные авиаторы подготовили прекрасную демонстрационную программу, которой специалисты выставили высший балл зрительских симпатий Такого же мнения придерживаются иностранные гости На МВТФ армия 2019 летчики Германии и Франции рукоплескали мастерству наших летчиков Всего было спланировано 5 воздушных динамических показов с участием пилотажных групп ВКС, экипажей предприятий авиационной промышленности и аэроклуба ВВС В летной программе принимают участие экипажи пилотажных групп ВКС «Русские Витязи» на самолетах Су-30СМ, «Стрижи» на самолетах МиГ-29 и «Беркунт» и на вертолетах Ми-28Н Одиночный пилотаж демонстрирует экипажи самолетов Як-130, вертолетов Ми-28Н и К-52, а также образцов ретроавиации Наиболее насыщенные программы воздушного показа спланированы в дни массового посещения 28-30 июня Помимо этого, экипажи ВКС продемонстрируют летно-технические и боевые возможности авиационной техники на полигоне Алабина Кроме пилотажных групп ВКС летный состав армейской авиации будет задействован в тактическом эпизоде «Вежливые люди», в котором примут участие экипажи вертолетов Ми-8, Ми-28Н, Ми-35 и К-52 Летный состав выполнит высадку тактического десанта штурмовым способом авиационное прикрытие и боевое применение средств поражения по наземным целям МВТ стал дебютной площадкой для опытного образца среднего транспортно-десантного вертолета Ми-38Т который представлен на экспозиции холдинга «Вертолеты России» на аэродроме Кубинка В настоящее время машина проходит комплекс заводских летных испытаний после чего вертолету предстоит пройти программу летной проверки в рамках государственных совместных испытаний Только после этого будет решаться вопрос о его принятии на вооружение Кроме того, на статической экспозиции холдинга в КВЦ «Патриот» представлены боевые вертолеты Ми-35П, Ми-35М, Ми-28Н и легкий многоцелевой вертолет «Ансад» В первый день работы форума с этой экспозицией ознакомился заместитель главнокомандующего воздушно-космическими силами России генерал-лейтенант Андрей Юдин Он обсудил с руководством холдинга «Вертолеты России» ряд организационно-технических вопросов и перспективы дальнейшего сотрудничества по этой тематике Возможности рекламы в военных СМИ 26 июня на полях форума редакционно-издательский центр «Красная звезда» провел круглый стол средством массовой информации Министерства обороны России Вопросы информационного взаимодействия редакции с предприятиями и организациями оборонно-промышленного комплекса В нем приняли участие руководители СМИ военного ведомства и пресс-служб ряда ведущих оборонных предприятий Представители военной печати рассказали участникам круглого стола о своих изданиях Газете вооруженных сил РФ «Красная звезда» и журналах «Армейский сборник», «Вестник военного образования», «Воин России», «Военный комиссариат России», «Военная мысль», «Военно-исторический журнал», а также об интернет-редакции «Риц Красная звезда» И привели весомые аргументы в пользу размещения на страницах названных газетой и журналов адресной рекламы предприятиями оборонно-промышленного комплекса А также возможности подготовки по их заказу специальных выпусков Два предприятия ОПК сразу по окончании круглого стола заключили договоры о размещении рекламы с журналами «Вестник военного образования» и «Армейский сборник» Материал подготовили Юрий Авдеев, «Красная звезда» Александр Александров, «Красная звезда» Александр Тихонов, «Красная звезда» Мария Томиленко, «Красная звезда» Фото Павла Герасимова, Алексея Ерешко, Вадима Савицкого и Юрия Шипилова Александр Тихонов, «Красная звезда»